Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Совершенно неожиданно студия MidRocket, ответственная за шикарную Dave the Diver, анонсировала сетевой PvPV-e экшен от третьего лица с восставшими мертвецами, стелсом и акцентом на выживание. Называется проект Nequon Last Paradise. Разработчики намерены показать такую жизнь в постапокалипсисе, которую никто раньше не видел. Действие игры развернется в Сеуле. Нам предстоит делать вылазки за припасами на кишащие зомби улицы города, где также будут орудовать и наши конкуренты в лице других игроков, которые точно так же ищут полезные ресурсы. И никогда не знаешь, чего можно от них ожидать. Собранные предметы можно обменивать на местную валюту в убежище, а денежки позволят повышать свой статус и обзавестись собственной хибарой. Важно следить за состоянием своего персонажа. Он должен вовремя кушать и вовремя спать. Касательно живой мертвечины, одолеть ее невозможно, так как ходячие трупы всегда оживают. Их получится лишь ненадолго вывести из строя, чтобы убежать. Nequon Last Paradise находится в разработке с декабря 2022 и пока не продвинулась дальше ранней стадии производства. По плану, тест пре-альфа-версии должен состояться до конца 2023-го. Онлайн-школа программирования Hexlet приглашает на обучающий курс «Фронт-энд-разработчик». Курс предлагает освоить язык программирования JavaScript, научиться верстать страницы с использованием HTML и CSS, а также создать собственное React-приложение. Отрабатывать материал вам предстоит в воссозданной рабочей среде профессионального программиста, но специально ставить для этого Linux на свою пекарню не придется. Запускать исполнение кодов, читать вывод ошибок и так далее вы будете прямо в своем браузере. Кстати, уже на первом месяце обучения. Более 400 упражнений, 150 реальных тестовых заданий от работодателей и не только послужат отличной практической базой для закрепления полученных знаний. Доступ к материалам открыто в любое время, так что вам не придется подстраиваться под свою группу или дедлайны. Если возникнут проблемы или какие-либо вопросы, всегда можно обратиться к наставникам, которые, помимо прочего, проводят регулярные вебинары, лайф-кодинги, масс-кодинги и тестовые собеседования. Вы получите диплом о профессиональной переподготовке или сертификат о прохождении курса, чтобы подтвердить свои знания. А еще школа помогает своим выпускникам трудоустроиться. Хекслит поможет составить резюме, оформить портфолио, подготовиться к собеседованию и направит вас к компаниям-партнерам на стажировку. Пройдя 5 бесплатных уроков, вы получите скидку 10% на курс. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс. Команда Еппе Карлсона, геймдизайнера, работавшего над Лимбо и Инсайт сегодня, выпустит в свет платформер-головоломку Cocoon. Пресса уже поделилась своими впечатлениями от игры. Все как один в восторге. Cocoon хвалит за смелый геймдизайн и неожиданные удивляющие механики. Местные задачки не заставляют часами искать решения. Разработчики направляют и учат игрока без слов. Игра завораживает своим биомеханическим миром, а точнее вселенной. Журналисты называют Cocoon обязательной игрой для поклонников Лимбо, Инсайта и приключений-головоломок вообще. Это один из лучших релизов 2023 года. Ну вот и проверим. Cocoon стартует на ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, а также в Game Pass. Авторы Marvel's Spider-Man 2 рассказали о том, как можно будет настроить игру под себя. Мы сможем выбирать отдельные уровни сложности для здоровья, урона и внимательности противников, включать упрощенные головоломки, автолечение, увеличивать окно парирования и уворотов, а также активировать помощь при погонях. Скорость цели тогда будет снижена, а герой автоматически будет хватать ее при достаточном сближении. Помимо этого, ярые ненавистники квиктайм-эвентов смогут врубить автозавершение, а те, кому Spider-Man 2 покажется слишком быстрый, замедлить игру на 30, 50 и даже 70 процентов. Подробнее читайте в новости по ссылке. Джим Райан, возглавлявший Sony Interactive Entertainment с 2019-го, в марте следующего года покинет компанию. В общей сложности он проработал в Sony 30 лет, но ему так и не удалось выстроить баланс между жизнью в Великобритании и работой в США. Под его руководством Sony добилась большого успеха. Релиз PlayStation 5 стал одним из самых успешных в истории компании, несмотря на то, что консоль вышла в разгар пандемии. При поддержке Райана эксклюзивы PlayStation стали появляться на ПК. Кроме того, с 2019-го компания приобрела студии Bungie, Housemarque, Bluepoint Games и другие. Но на долю Райана выпал и слабый запуск шлема PSVR 2 и закрытие ряда внутренних японских студий PlayStation. А еще при нем Sony ударилась в фритуплейные игры-сервисы, которые все еще находятся в разработке. Кто займет место Джима, неизвестно, а до тех пор наместником PlayStation выступит Хироки Татоки, президент, главный операционный и финансовый директор Sony Group Corporation. Компания Sega в ходе реструктуризации европейских студий прикрыла разработку многопользовательского шутера Hyenas, а с ним и ряд других неанонсированных проектов. Доходы рухнули, поэтому руководство пошло на радикальные шаги. Компания ожидает финансовые потери в размере 95,5 миллионов долларов по итогам финансового года. Что еще более печально, планируется сокращение расходов и увольнение в подвластной Sega студии Creative Assembly, которая отвечает за серию Total War, некогда подарила нам Alien Isolation, и отмененная Hyenas также разрабатывалась в ее стенах. Да, пожалуй, не дождемся мы с вами новой изоленты. Авторы Dying Light 2 выкатили трейлер, призванный донести до игроков, что ждет их в грядущих обновлениях. Зомби-экшен пополнится новыми миссиями и активностями, в их числе кооперативные задания, доски с квестами, рейд башни, реиграбельные аномалии, а также возвращение братьев-близнецов Толги и Фатина. Улучшение качества жизни сулят нам починку оружия, разбор экипировки и модов. Помимо этого, завезут новую косметику, врагов, оружие, добивание. Ожидается кроссовер с Vampire The Masquerade и For Honor в рамках хэллоуинских ивентов и зимних праздников. Ну и, наконец, долгожданный огнестрел. Разработчики не называют дату, когда все это добро появится в игре, но, судя по более ранним сообщениям, случится это до конца ближайшей зимы. Обновочки будут полностью бесплатными. Эрик Барони, единоличный создатель Star Dueli, поделился новыми деталями обновления 1.6, которая, впрочем, до сих пор не определилась с датой выхода. Компьютерные фермеры получат дополнительный фестиваль и еще пару небольших праздников. Расширение навыков героя на поздних стадиях игры, новые предметы и рецепты, более сотни новых строчек диалогов, зимнюю одежду для селян, новый тип наград за выполнение заданий с доски объявлений, поддержку мультиплеера на 8 человек, но только если ваша ферма обосновалась на ПК, появится и новый тип самой фермы, а также множество правок и добавок поменьше. На этой неделе двойной косарь за лучший блок получает Друже Бергель, который выкатил летопись компании Комодор от зарождения и до ее банкротства, а вторую награду придется делить между Чиззи и его фиолетовой бородой, совместными усилиями, описавшими путь становления двухмерного слэшера Шэнк. Поздравляю и жду всех троих у себя в личке. И кратко о еще нескольких новостях. Олдскульный шутер от первого лица по вселенной мифов Лавкрафта, Forgive Me Fada, добрался до PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Бразильское агентство, присвоившее возрастной рейтинг Red Dead Redemption 2 для Switch, изменило информацию о своей базе и убрала консоль Nintendo из списка. Так что на Switch'е RDR 2 все же не появится. Экшен Hellboy Web of Virt придется подождать чуточку дольше. Выход игры перенесли с 4 на 18 октября. Консольный запуск Cities Skylines 2 в 2023 не состоится. 24 октября игра, как и было заявлено, выйдет исключительно на ПК. А вот на приставках PlayStation и Xbox градостроительный симулятор появится только в следующем году. All Cat Games объявила, что запуск пятого DLC для Pathfinder Russel the Righteous под названием Lord of Nothing состоится 21 ноября на всех платформах. Халява недели! До вечера следующего четверга в Epic Games Store бесплатно раздают фэнтези-экшен Solstice, а с ним на пару симулятор сборки и покраса миниатюр Model Builder. Хватайте и бегом к нам на сайт. Специально для вас Степан Песков подготовил статью о самых интересных релизах октября. А в воскресенье на нашем твич-канале состоится возвращение стримов по ДНД. Не пропустите! Хороших вам выходных!